Всем доброе утро! Я опять заспанный, конечно, но ничего страшного. У нас сегодня премьера очень большая, потому что у нас есть некая Cardi B, ну, как бы некая, в смысле, я прекрасно знаю, кто это, думаю, вы тоже это знаете, которая выпустила, по-моему, вроде как, элит-сингл к своему второму студийному альбому, я надеюсь, вместе с восходящей звездой рэпа, хотя уже, наверное, не совсем восходящей, там тоже уже популярность. Вы знаете, такая высокая, Megan Thee Stallion, вот, и эти девчонки даже украшают обложку плейлиста «Новинки по пятницам», ну, это в России называется «Новинки по пятницам», но я уверен, что New Music Friday они тоже украшают, американский, да, аналогичный плейлист. Так вот, у них вышел сингл, который называется «WAP», возможно, это аббревиатура, я не знаю, вот, но мы с вами здесь, чтобы это узнать как раз. Честно говоря, я узнал, что дело неблагодарное, хоть и рассказывать о том, как я об этих исполнительницах узнал, что мне с ними связано, так или иначе, когда я рассказываю, я привожу в пример теки, и когда я привожу треки, то вот их очень часто блокируют, правообладатели, из-за чего ролик может быть просто недоступен. Поэтому я, к сожалению, перестаю так делать, и даже если буду что-то там рассказывать, вставлять примеры, я не буду, потому что это просто, ну, небезопасно для самого ролика. Сингл, естественно, эксплизит, и на него есть клип, поэтому мы сейчас с вами заценим. Я не силен в рэпе, вот, поэтому слова, да, честно говоря, это такие слова, мне кажется, что я ничего разбирать не буду, вот, честно говоря, просто. Просто оценим, в принципе, их дуэт, оценим коллаборацию саму, да, то есть, как они звучат вместе, как они что читают, кто хуже, кто лучше, не знаю, там просто, посмотрим. Потому что вот это очень интересный фит. Кстати, да, я забыл показать обложку, обложка у них вот такая вот. Конечно, она была на плейсте, но все равно. Обложка дорогая, обложка... О, боже, у Карди тут такой язык огромный, я в шоке. Ну, ладно. Мне нравится сэмпл очень, который использован прям в самом начале. Это очень сочно звучит сразу. Я понял, конечно, что... Я понял, что это за обривет. Поскольку я стараюсь не материться на русском в видосах, но матерись на английском, я хочу сказать, что это обривет так переводится. Как wet-ass pussy. То есть, хотя, блин, что такого матерного? Если я не ошибаюсь, как-то переводится. Это переводится как дико-мокрая киска или что-то такое. Вот, ну, такой мой авторский перевод, но... Мне нравится бит, мне очень нравится, в принципе, сэмпл. И очень нравится карди. Вот. В своем стиле. В своем стиле. Блин, бит такой очень крутой. Ого, она стилит. Нормально. Мэган тоже в своем стиле. Это хорошо. Блин, что-то напоминает мне какой-то трек карди. По-дельное дело, что напоминает, потому что это ее флоу, да? Но все равно мне напоминает, я вот не могу... Майи. По-моему. That bitch move. That bitch. I say record, I say record, record sales. In another jam. Я не помню, блин. Let the new one will... А, сизый трек, который называется I do. Я вспомнил. Это было неважно, но просто мне хотелось вспомнить. Точно. Это прям I do. Точно. Вот что мне это напоминает. Мне это точно напоминает. I do. Бит. Читка. Punani. Знакомое слово. По-моему, у 369 вышел тоже сингл с... Таким названием. Я прогуглил, что это. Это, по-моему, матерное слово, кстати, в Америке. Вот. Ну, интересненько у них. Вы понимаете? Вы слышите? Не знаю, я кайфую дико с этого сэмпла. Это очень круто. Это очень круто. Во-первых, это лайк, да? Это очень определенный лайк. И это сразу идет в мой плейлист. Отборный хип-хоп. Потому что, честно говоря, мне понравились биты, мне понравилась читка, мне понравилось все. Отборный хип-хоп. Пока не забыл. Так, и мы идем к клипу, потому что я просто... Я понимаю, что там будет очень много такого. Знаете, там был какой-то скрин тоже. Типа, они там как бы в воде с голыми жопами такие стоят себе и стоят. Ну, на самом деле, очень круто придумали фишку, что зеркально все это у них. И они так... Ну, понятное дело, что это фотошопом достигается тоже, в том числе. Вот. Но идея очень крутая. Взять две таких супер-крутых рэп-дивы нашего поколения и замутить фит. Причем сделать это максимально дорого. Вот. Это выглядит очень дорого. Я вам хочу сказать. Это выглядит максимально статусным. То, как подобает Cardi B, то, как подобает как раз-таки Megan Thee Stallion. То есть у нее, особенно после фита с Beyoncé, сейчас все должно в гору пойти еще больше. Вот. Она раскручивается потихонечку, с ней записывают фиты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Любопытно. О, еще и забрызгали на... Все. Странно, подождите, а почему они не так... Что-то за это... Зацензурен клип. Я то включил, вроде то. Ну, это вообще как будто это отсылка к Бритни Спирсу. Оу. Нежная локация. Мне нравится образ Cardi. И волосы ее в этом. Типа такие зеленые и фиолетовые. Это не Cardi? Это Кайли... Дженнер, по-моему, да? Кайли Дженнер. Что он тут делает? Офигеть сочно! Знаете, раб девчонкам есть чем похвастаться. Есть чем похвастаться. Поэтому... Тут мы вообще ничего не должны говорить, потому что это все... Это все их предметы восхищения. Вот. Они как бы об этом пишут, они об этом все, почитают. Опа! А вот та самая локация. Хотя нет, не та самая. Ты кто? Нормани? А это кто? Ну, это Нормани. Это Розалия? У-у-у! Уф! Так. Понятно. Что-то они сваливают, текают с города. Так, ну что я вам хочу сказать. Мы просмотрели и клип, мы прослушали и песню. И я хочу сказать, что фит удался. Фит удался отлично. Мне очень... Я не могу, я задыхаю их просто, честно говоря. Мало того, что жаркий клип, жаркая песня. Видите, я весь мокрый просто. У меня лицо блестит, у меня все блестит. Руки. Я просто хочу сказать, что мало того, что и так трек горячий, и клип еще горячее, потому что, ну, смотреть порой на карте было просто, знаете, там такое, что я просто не могу. Я смотрю, и мне хочется выпить чего-нибудь холодного, потому что это было очень сочно. Вот. Касательно, Мэган тоже, она была красоткой. В принципе, вот я считаю, что это довольно гармонично получилось. Честно вам хочу сказать, это получилось довольно гармонично. Вот. И они как бы друг с другом работают. То есть без Мэган этот трек был бы пустоват. Поэтому. Ну, мне так кажется лично. И, честно говоря, вот, опять же, удачное решение с сэмплом, удачное решение с коллабом, в принципе, кого на коллаб позвать, не поп-исполнительницу, а именно вот рэп-исполнительницу, и они вдвоем сделали еще лучше. Вот. Посмотрим, что у Карди будет дальше, потому что она любит фитовать, в принципе, и с поп-исполнителями, и с рэп-исполнителями мужчинами. Вот. С латинскими тоже исполнителями. Вот. Мы будем смотреть дальше за ее карьерой, смотреть, что она будет делать. Выпускать в качестве промо-материалов к альбому. А это, я так понимаю, первый сингл. И это за хорошо, это здорово. Вот. Поэтому, думаю, мы еще увидим от нее и услышим очень много интересного. Все-таки это Карди Би. И что еще сказать? Это лид-сингл. Если это лид-сингл, то поздравляем, потому что он удался. Вот. Ну, все как бы. У меня на этом все. И вы пишите свои мнения по этому поводу. Любите ли вы хип-хоп, рэп, любите ли вы Карди Би, Мега Индустриали, или вообще как вы относитесь к этим исполнительницам, к этому жанру, и что вам нравится, не нравится. А в особенности пишите про этот самый трек. Вот. Ну, и клип, конечно же. Как клип-то можно упустить? Типа, вроде бы ничего особенного, а вроде бы есть на чем интересно застрять внимание. Ну, вот. И на что поглазеть. Поэтому мы увидимся с вами где? В следующей реакции. Всем пока.